Аллея флота в Петропавловске станет новой точкой притяжения. Об этом сообщили на выездном совещании, в рамках которого проверили ход работ по благоустройству территории. Напомним, они ведутся в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жильё и городская среда». Аллею флота выбрали для благоустройства горожане в 2018 году в ходе рейтингового голосования. На совещании отметили, что главное – максимально сохранить зелёные насаждения. Сейчас очень активно идёт этап земляных подготовительных работ, которые нужно закончить в ближайшие 2-3 недели. Мы просто сейчас пообщались с подрядчиком, пообщались с проектировщиком, пообщались с заказчиками, сверили сроки, сверили графики, есть ли какие-то проблемы с поставками. Проблемы с поставками выяснилось, что небольшие есть по некоторым позициям, особенно по покрытиям. Сейчас будем как-то этот вопрос решать, искать других поставщиков, как-то, может быть, заменять сами позиции. Ну и проговорили по индивидуальным архитектурным формам, которые уже сейчас изготавливаются, доставляются, которые здесь будут. То есть это интересные такие архитектурные решения. В целом, наше основное требование, вот лично моё требование, это преимущественно максимальное сохранение зелёных насаждений, которые здесь есть. Обратили внимание подрядчика на эти работы, просто чтобы аккуратнее относились к деревьям, к кустарникам. Понятно, что есть какие-то повреждения, они возникнут, но нужно этот вопрос минимизировать. То есть это самая такая приятная зелёная аллея в городе, её нужно максимально сохранить. Как отметил разработчик проекта благоустройства Иван Захарченко, аллея станет точкой притяжения для жителей и гостей города. Аллея сохранит свою функцию, аллея будет являться не только транзитом для жителей города, но также и точкой притяжения для приезжих. На ней появятся общественные зоны, очень много пространств для фотографирования. И в целом много точек притяжения, особенно для наших маленьких жителей. Архитектурная концепция аллеи разрабатывалась совместно с администрацией Петропавловска. Особое внимание уделялось местам для отдыха, взрослых местам для отдыха. Жители интересная архитектурная подсветка, это в том числе светящаяся брусчатка, опоры индивидуального изготовления. И также интересные бронзовые скульптуры морской тематики, так как это аллея 300-летия флота, бульвар. Здесь будут представлены бронзовым исполнением морские жители, которых можно встретить на Камчатке. И они будут интегрированы в окружающую среду. При этом сохраняется рельеф аллеи. Под этот рельеф постраивается система сбора дождевых вод. И также под этот рельеф мы подстраивали, скажем так, все архитектурно-строительные решения. На месте фонтана, который располагался возле автобусной остановки, обустроят смотровую площадку, с которой будет открываться вид на бухту, а также несколько фотозон. В этом году из федерального бюджета на реализацию проекта формирования комфортной городской среды выделено 90 миллионов рублей. В рамках нее благоустроят не только общественные, но и дворовые территории. Всего более 100 объектов. Редактор субтитров А.Семкин